Прошу прощения перед тем, как председательствующий объявит перерыв, и я уйду, я бы все-таки хотел еще раз вас поблагодарить за то, что вы сегодня собрались. Именно здесь, именно в России, потому что считаю это крайне важным, и вижу здесь для нас два важных элемента. Первое, это пребывание в Москве, уверен, даст вам возможность в ходе дискуссии с российскими коллегами лучше и глубже понять, что же все-таки у нас происходит. И Россия играет заметную роль в мировых делах, уверен, что это пойдет на пользу и нам, и вам. Да, вот прозвучал вопрос, по-моему, от представителя Дании о демократии и о стабильности. Здесь есть и подтекст, правда, что происходит, чем вызвано предложение, связанное с некоторыми изменениями в настройке политической системы. Но, я ведь хочу обратить внимание, ничего такого, чего не было бы в демократических странах мира, мы не собираемся делать. Первое, мы предложили пока две вещи. Формирование парламента по партийному принципу. И второе, изменение системы выборов глав российских регионов. Избрание парламента по представительному, по партийному принципу применяется в огромном количестве стран. В том числе, насколько мне не изменяет память, и в Дании тоже. Причем, этот принцип используется как в однопалатных парламентах, так и в двухполатных парламентах. При этом, хочу отметить, что мажоритарная система во многих странах мира считается архаичной, и от нее постепенно отходят. Потому что, ведь человек, который избран по одномандатному округу в высший представительный орган страны, он может в ходе избирательной кампании, конечно, обещать много всего, но один абсолютно не в состоянии провести ни одной своей идеи и не выполнить ни одного обещания. Он вынужден сразу же примыкать к какой-то крупной партии. Это первое. Второе, для нас крайне важно канализировать политическую деятельность в партийное русло, что, по моему глубокому убеждению, будет толчком к развитию многопартийной системы. И это крайне важно для сегодняшней России с точки зрения развития институтов демократии. Что касается нового способа, возможного нового способа избрания руководителей российских регионов, то и здесь есть нечто, на что мы можем обратить свое внимание, учитывая опыт других стран. Ведь известно, что руководители регионов, вернее, вот этот уровень власти формируется тремя способами. Это выборы прямые тайны, как, скажем, в США или в Мексике. Это через представительные органы, то есть через систему выборщиков, по сути. И это мы наблюдаем в Австрии, в ФРГ, в Италии, например. Или назначение, прямое назначение руководителя регионов. Как мы знаем, это происходит, скажем, в Великобритании, где назначаются министры кабинета по Шотландии, там по Северной Ирландии. То же самое мы наблюдаем во многих других странах. Значит, мы предлагаем нечто подобное. Ничего необычного здесь нет. Для нас, для Российской Федерации с огромной территорией и с таким многообразием этносов и культур, которые живут на этой территории, мне кажется, что предлагаемая система является наиболее оптимальной, учитывая, что некоторые республики, некоторые автономии в составе Российской Федерации являются многонациональными и по традиции, по традиции, которая сложилась десятилетиями, а может быть даже и столетиями, высшие исполнительные и представительные органы власти формируются по ротационному принципу, имея в виду так называемые основные национальности, которые проживают в той или иной республике. И вот такое избрание через представительные органы власти в ходе консультации между главой государства российского и представительным органом власти в субъекте Российской Федерации, на мой взгляд, является оптимальным, учитывающим и интересы региона, и интересы генерального центра, создающим единую систему исполнительной власти. Второе, что... Но это не все проблемы, с которыми сталкивается Россия, в которые, я уверен, мне бы хотелось, чтобы вы погрузились подлупше, чтобы вы поняли, что происходит в моей стране. Второе, что мне кажется, очень важно, уже чисто профессионально, что важно и для средств массовой информации, и для политики, нужно выработать, в конце концов, единый понятийный аппарат, которым мы пользуемся. Вот генеральный директор сейчас говорил об образе мира, над которым работает ЮНЕСКО. Мы все работаем над образом мира, но наибольшее влияние на этот мир, в создании его образа, имеете вы. невозможно создать полноценный образ мира, говоря на разных языках, не в прямом, а в переносном смысле этого слова. Мы должны иметь единый понятийный аппарат. Вот у нас есть слово терроризм. Происхождение его имеет латинские корни. Оно во всех словарях, я вчера посмотрел специально, имеет одинаковое значение. Террорист это тот, который прибегает к актам террора. А терра, террор, это что такое? Это подавление политических противников насильственными методами. И в английских словарях, и во французских, и в русских толковые словари дают одинаковое значение.